Йога для мозгов. На серебряном дожде. И задаю вам вопросы. Когда и если вы захотите на них ответить, то, скажем, сегодня за номером 5 правильный ответ будет примирован книгой Йога, которая так и называется «Йога для мозгов», и которую написал, естественно, я. Вот два тома этих книг я буду разыгрывать. Кстати, это, хочу вам сказать, существует Йога для мозгов первый том, существует Йога для мозгов второй том, уж слишком большой успех имели эти книги, потому что всем нравятся хорошие, симпатичные, каверзные вопросы, но еще в книгах есть ответы. Поэтому сегодня пятый правильно ответивший получает эти книги. А писать нам нужно куда, Александр? Да, добрый вечер. Номер для ваших сообщений плюс 7903-797-6333. Только, пожалуйста, пишите на смс-портал. Только с него будут учитываться ваши варианты. Плюс 7903-797-6333, смс-портал. А еще у нас есть прямая трансляция на YouTube-канале «Серебряного дожда». А, да, ой, как здорово. Я не знал, что у нас есть прямая трансляция, но теперь знаю. В этом году исполнилось 25 лет со дня очень трагического происшествия, которое было в Москве. Оно случилось 1 марта 1995 года, когда в подъезде жилого дома, там, где проживал герой сегодняшнего нашего повествования, Владислав Владлистев, или как его друзья называли, Лист, был застрелен двумя пулями, очевидно, наемными киллерами. Хотя это убийство и расследовалось в течение многих-многих лет. В 1909 году расследование было приостановлено. Оно может начаться в любой момент, но на сегодняшний день уже все отчаялись найти именно заказчика преступления. Потому что он так и остался за мраком того тумана, который окутывал, конечно, середину 90-х годов. Лихие 90-е, помните, такое выражение у нас и устоялось. Вот, отдавая дань этому человеку и вспомнив то, что в этом году мы, если можно так сказать, в кавычках, отмечаем этот трагический юбилей, 25 лет со дня гибели Влада Листьева, я и хотел немножко с вами об этом поговорить. Молодое поколение, даже молодое поколение в основном знает, кто такой Влад Листьев. Но я просто хочу напомнить о нем. Влад Листьев ворвался в российское телевидение как вихрь, как всепоглощающий огонь, как человек с неуемной энергией и с огромным талантом. Он обладал удивительной харизмой. Влад был спортивный человек, он занимался спортом и был там чемпионом страны по своему виду спорта, чем он занимался. И вместе с тем он производил впечатление, знаете, для обывателя глубоко порядочного, интеллигентного человека, как сам он шутил благодаря своим очкам. Он был интеллигент, спортивного вида, хорошо говорил по-русски и хорошо смотрелся на экране. И он вызывал доверие. Кроме того, молодая поросель телевизионщиков, которые пришли и заняли очень быстро свое место под солнцем, они были люди на редкость креативные. Не случайно, что такие программы, которые любят или любили граждане нашей страны, такие как «Поле чудес» или «Взгляд», или программа «Вид» и так далее, они притягивали к экрану массу людей. И в ту пору именно вот первая кнопка как бы получала в зрителях почти 90% всего населения страны. И вот этот воздух, который смогли вдохнуть молодые телевизионщики во главе, конечно, с Листьевым, которые попали на канал, конечно, это было что-то новое для нашей страны. Конечно, нам было интересно смотреть, безусловно, существовало еще великолепное на тот период времени НТВ, но по объему и охвату, конечно, первая кнопка была намного-намного сильнее, чем очень хорошо, кстати, разворачивающаяся, особенно потом, во второй половине 90-х, НТВ. Влад Листьев действительно заслужил того, чтобы управлять компанией, которая получила название УРТ. Как вы помните, Первый канал тогда еще не сделал своего ребрендинга. И вот именно с этого я и хотел начать рассказ про, собственно, то, что произошло до трагического 1 марта 1995 года. А потом уже перейти к недосказанностям. К недосказанностям и версиям, которые до сегодняшнего дня, в общем, сидят в голове у массы людей и тех, которые вспоминают Влада Листьева. На самом деле, что интересно, что смерть Влада Листьева так или иначе вовлекла за собой гибель еще нескольких людей. Ну, судьбу Бориса Абрамовича Березовского мы как-то с вами обсуждали несколько месяцев назад. Трагический погиб в Лондоне. Один из центральных свидетелей, который удалось найти, потому что прокуратура вела дело, удалось найти в прокуратуре в тот день, когда прокуратура сказала, что есть такой свидетель, и он должен быть допрошен, потому что он может быть ключевым свидетелем в деле Влада Листьева, буквально через несколько часов он был найден мертвым в одной из гостиниц Тель-Авива. Пол Хлебников, знаменитый Пол Хлебников, праправнук декабристов, человек, который переехал из Нью-Йорка, это патриот нашей страны, русского происхождения, человек, который переехал из нашей страны, из Нью-Йорка в Россию, человек, который посвятил многим много лет России, и написал совершенно потрясающую книгу, которая называлась... Несколько книг написал, но книгу, которую он назвал «Крестный отец Кремля» и была посвящена Борису Абрамовичу Березовскому, посвятил делу Листьева долгие-долгие месяцы своего расследования, а потом несколько глав, в которых мы можем прочесть расследование имени Пола Хлебникова. Хочу вам напомнить, что Пол Хлебников тоже был застрелен в 2004 году, там есть немножко другой след, но кто же знает, за что именно застрелили Пола Хлебникова. Три трупа таких, знаете, вот очевидных, ну, не считая бедного Влада Листьева самого, которые вышли каким-то образом из этой истории. В своей книге Хлебников цитировал Александра Киршакова. Александр Киршаков, напомню, выходец из силовых структур, был личным охранником Бориса Ельцина. Так вот, он его цитировал, а Киршаков утверждал, что приватизация Первого канала, которая состояла зимой 95-го года, который руководил, конечно, Борис Абрамович Березовский. Надо сказать, что он сыграл довольно красивую и хитрую, он был в расцвете своих сил Березовского, он сыграл свою красивую и хитрую партию. Дело в том, что всего-навсего структуры Березовского вложили на тот период времени в становление ОРТ около 300 тысяч долларов. Туда же он привлек дружественные банки, которых он каким-то образом, не то что уговорил, а в общем они следовали за ним, уж слишком сильна была на тот период фигура Березовского. Это, конечно, Менотеп с Ходорковским, «Столичный», «Альфа-банк», «Национальный кредит», «Газпромбанк» и «Национальный фонд спорта». Вот эти банки по мелочи как бы вошли в акционерное общество, в акционерный капитал ОРТ. И что интересно, что Коржаков уверял всех, что Березовский знал, на что он шел. Коржаков действительно в этом плане был провидцем. Они были враги с Березовскими. Коржаков говорил о том, что рано или поздно Борис Абрамович их всех подомнет под себя и или выкупит за бесценок, или просто так заберет акции. Это правда, так, собственно, и случилось. Однако Борис Абрамович назначил во главе ОРТ, а ОРТ, я подчеркиваю, это была, наверное, главная телевизионная, главный телевизионный канал страны на тот период времени. Он назначил, конечно, Влада Листьева, того человека, который рвался в бой, и того человека, который был уж слишком креативен. Его появление на экране, кстати, он первый вел «Поле чудес», это только потом он привлек к Леониду Якубовичу, а сначала он вел «Поле чудес». Так вот, его появление на экране ждали люди. Он выходил к нам, как бы заходил к нам домой совершенно по-другому одетый, нежели чем сумрачные костюмы, к которым мы привыкли в Советском Союзе. Он выходил в рубашки, в подтяжках, в галстуке и был своим парнем, который нес какую-то правду. И вот именно Влад Листьев встал у руля ОРТ, и первое, что он сделал, он хотел нанести, навести порядок с основным, если не главным, достатком, если можно так сказать, телевидения, то есть прибылью телевидения, это, конечно, реклама. Реклама, которая была не очень упорядочена на тот период времени. Основной пакет, такой серьезный пакет рекламного времени принадлежал компаниям, одной или двум, я не помню, но компаниям, которые руководил нынешний член Совета Федерации, по-моему, от Курска. Человек, который, в общем, известен в Москве и, собственно, и по миру, но сейчас у него совершенно другой бизнес, рекламный бизнес закончился, Сергей Лисовский. Это была такая львиная доля рекламного времени, принадлежала компаниям Сергея Лисовского. У него была компания такая, Лисес. Кроме того, все дела, насколько я помню, вершились в замечательном клубе, который тоже принадлежал Лисовскому. Он находился на... Назывался Фелине, находился он на Олимпийском проспекте, и там тоже творилось очень интересно. Можно было встретить интересных людей. В общем, рекламщики имели то, что называется хорошим куском хлеба с маслом. Как это происходило? Рекламная компания выкупала у канала какой-то пакет и дальше перепродавала его уже своим клиентам. Вот, собственно, такая нехитрая комбинация, которая и разыгрывалась. При этом надо учесть, что канал продавал одну минуту, вот вдумайтесь, одну минуту телевизионного времени за какой-то эквивалент там 100 долларов, а уже канал перепродавал это совершенно, ну, абсолютно с другие деньги. Фу, канал, извините, перепродавцы, вот, типа компании там Лисовского или Максим была такая компания, или там другие какие-то. Ну, потом они сменились на видеоинтернешнл, они передавали, знаете, они умножали это на порядок или на два порядка, и бизнес был совершенно сумасшедшим. И вот Листьев, как бы я вам рассказываю то, что лежит на поверхности, а потом будем разбираться дальше, Влад Листьев решил это дело все упорядочить, понимая, что это основной доход ОРТ, и этим доходом нельзя пренебрегать. Кроме того, Борис Абрамович Березовский, который, конечно, диктовал всю политику ОРТ на тот период времени, говорил, что вообще это безобразие и цена в 100 долларов за минуту не должна существовать, а приравнивал ее где-то там к цене лондонского телевидения, который там, хотя я считаю, что он совершенно не прав, но телевидение в Англии это совершенно другая история. Так вот, телевидение в Англии там исчислялось какими-то сотнями уже тысяч долларов. Идея Березовского была, конечно, и владеть ключом к умам людей, и попытаться заработать большие деньги для того, чтобы канал не был убыточным. Придя к власти, Влад Листьев сделал первый и довольно жесткий ход, и, как я говорю, что это, в общем-то, лежит на поверхности. Влад Листьев принял решение вести мораторий на всю рекламу канала ОРТ. Неожиданный и довольно серьезный ход, я бы сказал, такой удар в солнечное сплетение, или, как говорили у нас здесь, под дых, всем компаниям, которые так или иначе имели, как я уже сказал, свой кусок хлеба с маслом на канале ОРТ. И вот тут начинается некая недосказанность. Давайте сначала разберемся с Борисом Абрамовичем Березовским. Борис Абрамович Березовский после смерти, убийства Влада Листьева, стал подозреваемым номер один. Надо сказать, что встреча, последняя встреча между Березовским и Владом Листьевым состоялась, значит, 1 марта он был убит, а встреча Бориса Абрамовича и Листьева состоялась 28 числа, то есть за день до этого. Эта встреча происходила на Новокузнецкой в доме, в котором принадлежал Логовазу, ну, в доме Бориса Абрамовича Березовского. И, конечно, лучшие силы, лучшие сыщики Москвы были брошены на то, чтобы раскрыть это преступление сразу. И как бы стало известно, что действительно встреча между Березовским и Листьевым состоялась вот в этом месте за сутки до трагедии. По постановлению прокуратуры, отдела вела прокуратура, был назначен обыск в ОРТ. Туда приехала целая бригада, ну, в общем, они покусились на страшного человека, да, и на его святыню, это его дом, Логоваз. К тому же там незадолго до этого было еще покушение на Бориса Абрамовича. Так вот, туда приехала целая команда для того, чтобы провести обыск. И действительно, как не провести обыск в доме, где за сутки до этого разговаривал Листьев с Березовским. Что же произошло? Открылись двери, и навстречу вышел действующий офицер бывшего КГБ, а тогда, по-моему, уже назывался ФСБ, если нет, поправьте меня, Литвиненко. Тот самый Литвиненко, который спустя несколько лет был отравлен в Лондоне чаем, это еще одна смерть, которая пошла, знаете, отпучковалась от Листьева, от убийства Листьева. Он вышел навстречу людям, которые приехали исполнять свой долг. Это люди, которые приехали, знаете, вот со всем постановлением на обыск. Все, что нужно было, у них было. Но Березовский явно и очень здорово противоставлял себя не только Коржакову, но и вообще всей структуре государственности в нашей стране, безусловно. Так вот, вышел Литвиненко, и, обращаясь к людям, которые стояли в этом маленьком дворике Новокузнецкой, сказал, вы не войдете. Если вы сделаете еще шаг, охрана и я, мы начинаем стрелять на поражение. Можете себе представить, в центре Москвы, да, Новокузнецкая, стоит человек, действующий офицер, действующий офицер, ну, с пистолетом, и говорит, я прокуратуру не пущу, а еще шаг, я вас всех тут положу. Вот такая атмосфера была в 95-м году. Чего же боялся Березовский? Как говорили многие злые языки, и до сегодняшнего дня мне эта версия, как бы, да, мила моему сердцу, потому что она логично укладывается в то, что произошло, и почему Литвиненко не стал пускать людей на обыск, да, и пошел противозакон. Сегодня он сидел уже, я не знаю, сколько времени, но тогда все сходило с рук, потому что, конечно, Березовский был всесильный человек 90-х годов, во время обыска люди, которые бы обыск производили, могли найти совершенно не те документы, за которыми они пришли, а документы, которые могли интересовать очень многие структуры в нашей стране, как конкурентов, так и врагов, которых неимоверное количество было у Бориса Абрамовича, так и правоохранительные органы всех мастей и властей, эти документы изъять. Они все-таки все хранились в шкафах и сейфах логоваза. Поэтому пускать туда, именно туда, вот в это логово, пускать прокурорские, которые бы все изъяли, было совершенно, было равносильно самоубийству. Но каков Литвиненко, который ничего не испугался, вынув пистолет, сказал, нет, вы не войдете. Так и не вошли. Так и не вошли, но объяснение, которое я только что сказал, мне кажется, оно самое правильное. Что же касается самого Бориса Абрамовича, тут очень интересная вещь происходит. Значит, с одной стороны, Борис Абрамович, как подозреваемый номер один, все-таки был допрошен. С другой стороны, он сказал удивительную вещь, он сказал, что 28-го мы не встречались, хотя были точные все показания, и свидетели говорили, что они встречались именно в логовазе. А потом уже много лет спустя, припертой синее, сказал, что он забыл. Он помнил, что они встречались, но несколько дней не доставали. Знаете, как уш на сковородке, но приблизительно он делал то же самое на своем процессе в Лондоне, но в Лондоне просто этот номер не прошел, а в то время в Москве, в середине 90-х годов, у Березовского проходило абсолютно все. Он, Березовский, отрицал свою встречу, но вместе с тем занял довольно интересную позицию. Он говорил, что это специально силовое... Во-первых, он ссылался на то, что убийство произошло с помощью силовых структур. Во-вторых, он говорил каким-то образом, что это выгодно Коржакову. В-третьих, уже годы спустя, уже совсем годы спустя, он говорил, что это выгодно, конечно, Путину. Безусловно, он все валил на Путина. Это вообще не держится никаким образом, потому что Путин в то время жил в Петербурге и был заместителем Собчака. И где он, где ОРТ, там была очень большая пропасть между этими двумя людьми, Листьевым и Путиным, там никакого отношения не имело. На Путина надо было все свалить, что он в Лондоне благополучно и делал. Но, однако, надо отдать должное. Вот надо отдать... При всем при этом, что все ниточки вели, конечно, к Березовскому, надо отдать должное в одно. Что все это снимается тем, что Листьев никогда, просто никогда не принял бы решение о введении моратория на рекламу, просто никогда, если бы... вернее, не согласовав это с Борисом Абрамовичем. Ну, просто вот, знаете, это невозможно по определению. Мало этого, масса людей подтверждает, что действительно указания о введении моратория на рекламу действительно шлят Бориса Абрамовича. Есть еще один интересный момент. Дело в том, что уже после смерти Листьева, уже после того, как его не стало, разразился скандал, когда Березовский обвинял в течение очень многих лет все правоохранительные структуры, что они ничего не делают, хотя на самом деле это Борис Абрамович вставлял палки в колеса. Ему очень не хотелось, чтобы искали глубже. Ему очень не хотелось, чтобы наговаривали на него. Это именно Борис Березовский вмешивался в дела структур, не давая им ходу и так далее. Но есть одно но все-таки, понимаете. Дело в том, что этот мораторий после смерти Листьева продолжался именно то время, которое было отведено Владом Листьевым на этот мораторий. То есть это время не сократилось на самом деле. Хотя убийство Влада Листьева, если бы оно было сделано по смыслу прекращения моратория на рекламу, оно должно было вызвать действие. Однако у меня созрел Александр Первый вопрос. Йога для мозгов. Вопрос первый. Вот в том... Вообще, этот дом, где располагался логоваз, он какой-то несчастный. Там, знаете, после логоваза... Там и купец погиб, который владел этим домом когда-то. В Советском Союзе там что-то было не так. Потом его отреставрировал Березовский не очень. Потом логоваз почил. А потом после этого он ходил. Ходил, там был какой-то клуб. И, кстати, там образовался довольно милый ресторан. И вдруг я думал, что вот именно ресторан, который находится в доме логоваза, он как-то сотрет весь неприятный осадок и покушение, которое было там на Бориса Березовского и вот эту историю с Листьевым. Вот как-то это все, знаете, уйдет. Вот ресторанчик и все. Ничего не произошло. Ресторанчик, несмотря на то, что был очень симпатичный, с великолепной верандой, с замечательным хозяином, который был Емельян Захаров, который часто бывает у нас здесь на селевременном дожде, не пошел. А вот как назывался ресторан, который был открыт в доме логоваза и который открыл Емельян Захаров? Пишите, только подписывайтесь, пожалуйста. Пятый правильно ответивший получает книгу, ну и всех почести главного мозго-йога сегодняшнего дня. Что же касается нас, то мы с Александром вынуждены уйти на маленький перекур, хотя мы не курим, но вернемся к вам, к вам очень-очень скоро. Да, я только напомню, что ответы мы принимаем исключительно на смс-портал плюс 7903-797-6333. Не забывайте указывать свои контакты. Йога для мозгов. Дорогие друзья, добрый вечер. Йога для мозгов с Александром Добровенским. Мы продолжаем, я могу уже сказать заседание нашего клуба, потому что мы превратили, знаете, Йога для мозгов из программы превратился в такой клуб, потому что у нас масса людей, которые просто, знаете, ждут понедельника, пишут мне очень симпатичные слова, за что им большое спасибо. Мы говорили о первом подозреваемом в деле Листьева, а именно это Борис Абрамович Березовский. И многие, действительно, многие ниточки вели к нему. Что интересно, что Скуратов, это, я напомню, генеральный прокурор Российской Федерации, который был назначен 24 октября 1995 года, через полгода после убийства взялся сразу за дело и тут же получил по голове от многих и многих, конечно, включая Березовского. Он начал изучать его жизнь, они моментально стали врагами, просто моментально, и, ну, вы знаете, как Скуратов был, закончил свою карьеру в кресле генерального прокурора, отдельная тема, безумно интересная. Что интересно, что Скуратов утверждал и был прав в этом отношении, что Березовский именно в день, когда произошло убийство Листьево улетел ни с того, ни с сего с главой правительства, серьезный, серьезный Березовский был на тот период времени, улетел с главой правительства Черномырдина на его самолете, по-моему, в Лондон. Что надо было в Лондоне делать Черномырдину, вернее, Березовскому вместе с Черномырдином, неизвестно никому, но Скуратов начал подозревать Березовского в том, что он сделал таким образом себе некое алиби, его не было на момент преступления. Другие люди утверждали и утверждают до сегодняшнего дня, что в 95-м году Борис Абрамович имел такую власть, он имел такие деньги и такие возможности, что на самом деле спланировать убийство Влада Листьева, который ходил без охраны, несмотря на то, что ему советовали взять охрану, а он пренебрегал этим, говорят, что он вообще-то чиновник и охрана ему не нужна, так вот, Борис Абрамович мог организовать убийство в такой высшей категории этого самого страшного преступления, которое может быть, что оно было исполнено намного лучше, нежели чем то, что произошло. Ну, как бы этому тоже есть какие-то объяснения, давайте посмотрим, что было. Да, два человека в подъезде ожидало Листьева. Первый выстрел пришелся в плечо, вторым его добили. Я, честно говоря, не очень вижу здесь такого, знаете, небольшого специалиста в этом вопросе, но я не вижу каких-то, знаете, сумасшедших нестыковок, которые говорят о том, что это люди были неподготовлены и вообще идти на убийство, вещь довольно непростая. Обвинили представителей солнцевской группировки, как я уже сказал, ключевого свидетеля и, как кажется, одного из киллеров убили в Тель-Авиве, в гостинице «Хилтон». Он был найден мертвым и, естественно, начали расследовать, собственно, куда идут нити дальше. Нити привели в несколько интересных дел. Ну, во-первых, что касается Бориса Абрамовича. Борис Абрамович встречался с неким вором законе за несколько дней до убийства и, когда ему начали задавать уже усиленно вопросы, а зачем, собственно, он с ним встречался, да еще в присутствии, вы можете представить вообще какое время, Березовский, олигарх номер один в стране, встречается с каким-то, знаете, к ним пришел на встречу, какой-то вор в законе, все это сопровождается, вокруг сидят, представившие, никого не скрывающие, действующие офицеры безопасности страны, по-моему, ФСБ, да, все это записывается на пленку, идет разговор, пленка остается, конечно, у Бориса Абрамовича, она всегда исчезает вместе с другими доказательствами, которые до сегодняшнего дня, в общем, никто не может найти. Когда Березовского спросили, о чем, собственно, они говорили, Березовский, значит, по версии номер один, он пригласил этого вора, в законе, Никитина его звали, не помню точно, пригласил его для того, чтобы тот раскрыл, кто же заказал покушение на Березовского, а по другой версии, он говорил, что он совершенно не хотел с ним видеться, тот пришел каким-то образом его шантажировать. Слушайте, все, что связано с Борисом Абрамовичем, окутано тайной, и, в общем, мало кто знает правду. Ну, что делать? Таков был персонаж. В другие, как сказать, другие ниточки вели еще к одному очень интересному персонажу, которого зовут, как я уже сказал, Сергей Лисовский. Это в настоящий момент член Верхней Палаты нашей, да, он сенатора от, по-моему, Курганской области или Курской области, не помню точно, не важно. И в то время владелец может быть крупнейшего рекламного агентства в стране. Конечно, мораторий, который ввел Листьев на рекламу, это был безумный удар по состоянию и заработку Лисовского. послушайте, он и малые компании, которые имели не такой кусок, как сам Сергей Лисовский, уже получили деньги от клиентов. Мало этого, они должны были каким-то образом за эти деньги отчитаться. Мало того, что они должны были отчитаться, они несли колоссальные потери, потому что им надо было и вернуть деньги обратно, очевидно, да, или начались бы суды и каким-то образом работать дальше, заниматься передислокацией своей рекламной деятельности, да, на там другие каналы, что совершенно не входило в их планы. Что интересно, что Сергей Лисовский по утверждению там многих людей, которые в это время работали вместе с Листьевым, потребовал за ущерб, который принес ОРТ его компанией, немного ни мало, как 100 миллионов долларов. А дальше совершенно потрясающее и непонятное развитие событий. ОРТ, и спросите меня, как, потому что до сегодняшнего дня я не очень понимаю, как это могло произойти, а именно Влад Листьев переводит некому посреднику, угадайте, кто был посредник, а посредник был Борис Бирюзовский, эту сумму. И теоретически Борис Бирюзовский должен был отправить Листьеву, если такая договоренность была. Однако деньги до Листьевского никогда не дошли. И тут возникает несколько вопросов. Каким образом деньги могли выйти из ОРТ, полугосударственного, окей, да, управлял Бирюзовский, но каким образом деньги могли выйти из полугосударственного канала, не привлекая к себе никакого внимания, 100 миллионов долларов, это же не шутка, понимаете, это не 100 рублей, которые можно одолжить своему соседу, да, это 100 миллионов долларов. Почему они очутились у Бирюзовского, ну, а почему Бирюзовский не отправил их Лисовскому, это уже отдельная тема. Мало этого, в деле Хлебникова подразумевался, вернее, был найден некий крупный, я не помню, по-моему, тогда это называлось бригадир из Солнцевской группировки, который был одним из главных подозреваемых, как организатор, не как человек, который, знаете, нанял их всех и идейный вдохновитель, в кавычках, а как организатор убийства Листьева. Так вот, именно телефон этого человека, именно телефон этого человека, я подчеркиваю, нашли в записной книжке Сергея Лисовского. Сергей Лисовский, надо ему отдать должное, вел себя абсолютно хладнокровно. Вот, да, он просто все отрицал, он совершенно никуда не бежал, хотя мог, потому что ниточки вели к нему, и когда его спросили, каким образом в его телефонной книжке находится телефон вот этого самого нехорошего человека, Сергей сказал, что, послушайте, мы живем в стране, где рядом с народным артистом сидит вор в законе, бизнесмен и проститутка, понимаете, и все они благополучно общаются между собой, и правильный был ответ. Ну, у меня созрел еще один вопрос пока. Йога для мозгов. Вопрос второй. Я хорошо знаком с Сергеем Лисовским, и да, действительно, никуда не бежал открытый человек, который, в общем, довольно достойно себя вел все эти годы и увлекся одним видом спорта, и вот, я думаю, что вы легко отгадаете, каким. Саша, надо подписываться. Да, плюс 7903 7976333 наш смс-портал, внимание, в WhatsApp ваши сообщения не учитываются. Плюс 7903 7976333. Ну, а я продолжу. Можно было очень много говорить о Лисовском, что действительно на него ему было это от того, что был введен мораторий на рекламу в ОРТ, вы видите, да, но, но, ничего и никакие доказательств, кроме этого злосчастного телефона этого преступника в телефонной книжке у Сергея Лисовского не обнаружено. Эта веточка каким-то образом закрылась. Было довольно много, и до сегодняшнего, кстати, мне вчера, знаете, услышали анонс на Сиренном Дожде, и мне вчера позвонил один знакомый и рассказал довольно забавную, если можно сказать, забавную историю, говоря о том, что он лично столкнулся в то время, а именно в 95-м году, с такой крупной и довольно сильной структурой, которую называли себя афганцы, я не знаю, там входили, я не знаю, там кроме афганцев, которые, знаете, вызывают только уважение с любого гражданина нашей страны, там было много, в общем, преступных элементов, и вот именно афганцы говорили ему, что неправильно себя повел Листьев, и за это будет наказан, и наказание пришло буквально через две недели, вот еще была такая версия, Скорее, если рассуждать о том, кому мораторий на рекламу на ОРТ помешал, он скорее помешал Лисовскому, Лисовский был огромным, по сравнению со всеми другими, огромной акулой рекламного бизнеса, он был намного больше Максима, Максимум, вернее, это, по-моему, назывался так, нежели чем и другим мелким компаниями, но вот мелкие компании, которые имели пакет времени, значительно уступающий крупным, вот они разорились, то есть они вылетели в трубу буквально за несколько месяцев, потому что вот к ним могли прийти с претензиями совершенно любые люди и потребовать денег назад, деньги, которые они проели, и вот эти люди, вот эти люди, они просто ушли в небытие, понимаете, они растворились, вот эти рекламные, рекламные мелкие компании, они вымерли, вот как бы в одночасье, буквально за несколько месяцев они перестали существовать, Лисовский удержался, но из рекламы тоже ушел, но ничего не поделаешь с мелкими, которые политика ОРТ привела к тому, что все захлебнулось. Пол Хлебников уверял, уверял, что ну, Полу Хлебникову несчастному, да, казалось, конечно, что все делал Борис Абрамович Березовский. Вместе с тем, говоря про убийство, он вел собственное расследование, как я уже сказал, и говоря про убийство Влада Листьева, он умолчал несколько моментов, которые носили, на мой взгляд, серьезный характер, только постепенно, знаете, вскрываются и вскрываются, и вот я довольно скрупулезно изучал перед тем, как прийти к вам рассказать всю эту историю, но было много моментов, о которых замалчивается. Количество, например, следователей, которые вели, и прокуроров, которые вели это дело, и которые менялись одним за другим по непонятным никому причинам. Знаете, сколько человек сменилось всего? 84. 84 человека были задействованы в деле убийства Листьева, это не считая оперативного сопровождения. Почему они менялись так быстро? Почему ушел первый, звезда, в общем, сыска, который проработал там месяц? Почему Борис Николаевич, накрученный кем-то, мы сегодня понимаем, в общем, более-не-менее кем, требовал смены прокурора, говоря о том, что ничего не сделано и так далее? Что случилось и почему это преступление никому не хотелось, чтобы оно было раскрыто? Есть мелкие факты, о которых все равно следует сказать. Вот Пол Хлебников пытался их избежать. У самого покойного Влада Листьева были довольно сложные отношения с дамами. Да, действительно, он был неверен своей жене, но разве за это убивают? Впрочем, поговорим о Владе Листьеве сразу после перерыва. Йога для мозгов Йога для мозгов с Александром Бровинским быстро пролетает час, но есть несколько интересных вещей, которые я все-таки попытаюсь успеть вам сказать. Итак, после убийства Листьева 10 человек признались в том, что они совершили убийство. Потом они отказывались от своих показаний, там, самооговоры и так далее и подобное. Была семейная версия причастности к убийству даже супруги Листьева очень известной дамой в Москве Альбиной Назимовой. И эта версия тоже существовала и не нашла своего подтверждения, так же, как и версия о там разгневанных мужьях и любовниках, потому что действительно Влад Листьев был известным московским ловеласом. Согласно Хлебникову интересная версия Березовский просил свою подругу Ирэну Лисневскую, ту, которая в дальнейшем организовала телеканал РЕН-ТВ и она была подругой жены Бориса Николаевича Ельцина, выступить вместе с ним каким-то образом значит со своей версией. Хлебников писал, что Лисневская обвинила в убийстве Влада Листьева Владимира Гусинского, с которым Березовского разошлись взгляды. Мало того, что Владимира Гусинского, но еще и мэра Юрия Лужкова. Ну и, конечно, Комитет Государственной Безопасности тут не остался ни при чем. Это они дали задание там КГБ или ФСБ, уж не помню на тот день. Хлебников писал, что после убийства правоохранительные органы ни разу не допросили Гусинского по делу об убийстве. Действительно могли бы, но почему не допросили, непонятно. Женя Додолев, мой приятель, который работает на канале Москва 24, утверждал, что Листьев в тот день вообще не собирались убивать, а лишь хотели припугнуть, ну, перестарались. Ну, критически многие относятся к этой версии, но Женя Додолев хорошо был вхож во все эти круги и все очень хорошо знал. Ну, как я уже сказал, в 2010 году Борис Абрамович обвинил Путина в убийстве, хотя, в общем, зачем в то время первому заместителю председателю правительства Санкт-Петербурга это было необходимо, так и не пояснил. Даренко, тоже, кстати, погибший не так давно, слушайте, сколько, сколько же человек из этой истории ушли на тот свет за 25 лет. Сергей Даренко говорил, что Листьеву убили мелкие криминальные авторитеты, может, он отводил от Бориса Абрамовича, конечно, гнев правосудия, Даренко же был его, в общем, человек. Однако, следствие сосредоточилось, по словам Даренко, лишь на крупных фигурах, и поэтому время и следы были упущены. Александр Любимов, тоже такой известный человек. Главное, что единственная версия, которая может вписаться в какую-то логику, это то, что убийство Листьева было ритуально. Вот тебе и раз. До Бадри, Патрацисушвили и до Березовского дотянуться не могли, поэтому решили припугнуть их, таким образом, убрав его ставленника. сильный ход. До сегодняшнего дня убийство, может быть, главной звезды российского телевидения в постперестроечный период так и осталось нерасследованным. Но у нас есть правильные ответы. Конечно, в клубе «Триумф», который организовал Емельян Захаров в доме Бориса Абрамовича Березовского, в кавычках, там, где все это дело происходило, был ресторан, который назывался «Революция». Правильный ответ «Революция». И Сергей Лисовский играет в гольф. Мы в одном гольф-клубе, собственно, так и познакомились. И у нас есть победитель, Александр. Да, на первый вопрос у нас победитель Данил. Ваш номер заканчивается на 92.55. И на второй вопрос Игорь. Ваш номер заканчивается на 07.72. Поздравляем. Ну, мне остается вам пожелать хорошей недели, которая начинается сегодня. Сказать, что я буду без вас скучать, это, в общем, ничего не сказать. Но мы услышимся в следующий понедельник в 19.00. Я вас всех обнимаю. Всего вам хорошего. Берегите себя. Носите маски. Ну, как-то так мне будет за вас спокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok